Ну что ж, а у нас уже в гостях Ольга Михайловна Ломанова, руководитель спортивной общественной организации «Импульс», а также Владимир Юрьевич Анисимов, это генеральный директор ООО «Спецстройсервис». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас сегодня с вами очень такой теплый диалог намечается, потому что я знаю, что вы не совсем давно знакомы, да? Ну да. Но уже вот по хорошим делам вас свела вот так жизнь. Владимир Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о том, какое у вас взаимодействие происходит, ну и вообще что планируется еще? Ну, познакомились вот совершенно мы накануне Нового года с этой организацией, решили им сделать такой подарок, как бы, ну, сводить детей на турбазу «Сосновый бор», поводить, чтобы дети сходили за Дедом Морозом, со Снегурочкой, позагадывали желания, походили, с хороводой поводили, ну, сделали такой вот сюрприз деткам. Насколько я еще знаю, что поотобедали, сладости им вручили, ну, как бы, вот такие приятные вещи перед Новым годом, чтобы у каждого ребенка было какое-то такое чудо новогоднее, чтобы они в это верили, в эти сказки. Ольга Михайловна, я еще до того, как у нас начался эфир, понял, что вы очень сильно остались доволены этим всем мероприятием. Расскажите, пожалуйста, что было у деток, ну, вообще, как это все прошло? Ну, во-первых, это для нас было очень неожиданно, вот такое предложение, да, в резиденцию Деда Мороза попасть нашим деткам, потому что, ну, нечасто выпадают вот такие возможности, нечасто вот кто-то вот в такие сказочные мероприятия нас приглашает, а здесь вот, вот прямо, знаете, вот чудо свалилось на нас, и это очень было великолепное мероприятие, потому что у нас почти вся организация, все детки, все родители, вот даже беспрекословно, наверное, по единому желанию мы поедем. И мы таким большим кортежем автомобильных отправились на эту турбазу, где нас встретила великолепная сказочная зимняя природа. Дети накатались на горках, значит, на санках, побегали по снегу, по сугробу. А потом, когда, значит, к ним на встречу вышел Дед Мороз со снегурочкой, и всевозможные приключения с нашими детками произошли, чтобы, значит, вот именно преодолеть все препятствия, чтобы оставить все зло, все плохое в этом году уходящем, и чтобы все хорошее, доброе пришло в Новый год. Они так старались, они, знаете, прямо вжились в эту сказку вместе с аниматорами. Это было великолепное такое мероприятие, праздничное. Оно принесло хорошее настроение не только детям, но и родителям. Там родители от души бегали, скакали, пели, танцевали, в общем, отвечали на все вопросы. А потом, ну, наверное, как всем деткам, да, уже набегавшимся, уставшим, и немножко померзнувшим на морозе, был великолепный обед, сказочный. Вот на самом деле накормили от души, дети не ожидали, что вот их будет ждать такой великолепно, значит, накрытый стол. Ну, это еще пол радости, да, пол счастья. Но когда детям вынесли сказочные десерты, вот знаете, нашему удивлению и нашему вот восторгу, особенно, наверное, детскому не было границ, потому что они все вот эти вот воздушные пироженки взяли. Знаете, на самом деле они до того сказочные были, мне по секрету сказали, кто эту сказку приготовил неожиданную, что Владимир Юрьевич решил так вот детям сделать вот такой подарок. И вот они, знаете, с таким трепетом уносили, и правда, вот на самом деле можно сказать, что чудо существует, когда рядом вот такие вот добрые, благородные люди. Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, немножко о организации, об импульсе. У нас спортивная общественная организация инвалидов «Импульс». Она объединяет больше 60 семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Также у нас группа взрослых инвалидов, колясочников. Ну, знаете, я вот эти вот слова инвалиды всегда произношу, у меня как будто вот ножом по сердцу, как-то вот не хочется их называть вот так вот. Люди с ограниченными возможностями, но иногда у них возможности превышают все, что возможно. Мы, значит, с детьми занимаемся спортом. В этом году открыли Центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, где объединили спортивную деятельность с образовательной деятельностью. И вот родители, дети, приходя к нам в Центр, получают комплексный, ну, можно сказать, про услугу тоже не хочу говорить, помощь, да, и реабилитационную в тренажерном зале. Также с детками работает дефектолог, логопед, психолог. И дети занимаются ритмикой. Проходит кружковая работа, значит, кружок рисования, конструирования. Ну, и мы в этом году вообще счастливые. Мы выиграли президентский грант. И поэтому все это наши дети могут получить вообще бесплатно. То есть родители могут к нам приводить деток, и детки могут заниматься вот 4 часа бесплатно. Слушайте, вам сказочно везет. Мы рады. Я заметил, что вам очень-очень сильно везет. Да, да, не сглазить бы. Да, надеюсь, что так и будет продолжаться. Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, какая планируется дальнейшая работа? То есть планируете ли вы какое-то совместное дальнейшее сотрудничество, помощь, импульсу? Я думаю, конечно, обязательно. Мы проговорим в отдельном порядке, посмотрим, какая необходима помощь и что мы можем, в чем помочь. В целом наша компания, она очень сильно ориентирована на благотворительность. То есть мы помогаем как общественным организациям, так и спортивным организациям города Ангарска. Проводим различного типа соревнований, как региональные, так и областные. Это такой год трудноватый, да, как бы, но я думаю, что в следующем году мы программу уже себе прописываем и будем помогать, несмотря ни на что. Михаил, она так рассказывала, даже у меня за вас появилась такая какая-то необычная радость, что вы можете подарить такое счастье людям. Вот что вы испытываете, почему вы вообще занимаетесь благотворительностью? Слушайте, ну это как бы идет, наверное, скорее всего от сердца, вот, либо этим занимаешься, либо лучше это не начинать. Классно, когда дети радуются, да, и вот они, такие-то новые ощущения, она потом, ну, как бы передается в обратную, и в тебе просыпается что-то такое человечное, как бы, и вроде понимаешь, ну не все так плохо в этой жизни, и на самом деле есть к чему дальше стремиться и двигаться. Это, у меня аж мурашки пошли. Ольга Михайловна, я вижу, что у вас есть благодарность, я думаю, что сейчас самое время ее... Конечно, я очень долго жду этого момента, вынашиваю этот момент, потому что, ну, как говорится, добро всегда должно быть двухстороннее. То есть нельзя, чтобы вот кто-то вам дарил добро, да, и вы, ну, не отвечали этим. Мы тоже вот делаем добро, и от этого добра, от того, что мы делаем, и видя, как загораются глаза детей, да, как открываются их души, и эта радость передается вот именно открытие, да, и благодарность, вот именно, даже может быть, незаметная. Просто вот ребенок глазками на тебя посмотрел, да, и уже как бы вот этот поток энергии положительный, добрый на тебя переходит, ну и по-другому уже становится невозможно жить, потому что добро надо делать. И вот от нашей организации, Владимир Юрьевич, мы вам вручаем вот такую благодарность. Спасибо большое. Спасибо вам, добрый человек. Желаем вам, ну, удачи, процветания, да, чтобы ваше сердце было всегда теплым, открытым, добрым, и чтобы в вашей жизни всегда было больше положительного. Ну, хотя, правда, вот сейчас у нас вроде бы серые будни, но все равно вот, когда вот рядом такие люди, вот эта серость уходит, и хочется верить, что все у нас получится. Такая поздравительная открытка, ну, меня родители попросили это убрать, красиво, да, но я вам покажу, и для всех, что вот такой мы, такую сделали новогоднюю открытку для Владимира Юрьевича, да, и для всей вашей организации. Спасибо. Спасибо вам, добрый человек. Спасибо. Это еще не все. Мы очень долго, кропотливо, вместе с детьми, с учетом того, что у нас детки необычные, сделали вам маленький подарок. Это подарок эксклюзивный, сразу говорю, что вот такими подарками мы одариваем тех людей, кто на протяжении года, ну, вот именно раскрыл свое сердце, показал свое сердце и поделился теплом своего сердца. Мы вам дарим вот такое маленькое, но настоящее золотое сердце. Вы у нас человек года золотого сердца, да, и вот такое сердце изготовили наши ребятишки. Спасибо большое. Для вас, да. Поставьте его. И не забывайте, да, что если иногда грустно станет, вот это сердце, в каждое, значит, вложена частица тепла и благодарности наших детей. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я думаю, что такой вот презент, такой вот приз, сувенир, подарок, это важнее многих других каких-то званий и прочих вещей. Я, честно, рад, что стал свидетелем вот такого вашего общения. Для наших телезрителей, если вы хотите также помочь организации «Импульс», то в наших социальных сетях будет перечислен список потребностей для этой организации. Если вы чем-то можете помочь, то обязательно помогайте. И вот такие вот счастливые глаза и немножко слов благодарности как минимум вы услышите. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Ольга Михайловна Ломанова, это руководитель спортивной и общественной организации «Импульс», а также Владимир Юрьевич Анисимов, это генеральный директор ООО «Спецстройсервис». Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.